Доброе утро! Сегодня не будет красивых кадров утра, потому что бипец какой-то, да? Я ещё почему-то опухла в веках, не понимаю почему. Привет, ребята! Я сегодня хочу показать вам, как проходит моё лето, чем я занимаюсь, потому что у меня довольно-таки оно нестандартное. И, в общем, сегодня несколько дней проведу с вами. Сейчас у нас где-то 10.40. У меня есть время, чтобы приготовить лёд. Пойти полежать на газоне, просто под солнцем. И потом пойти делать английский на 3 часа. И потом у меня почти сразу будет репетитора полтора часа. Ой, блин, пролилось. 10.56. У нас есть 14 минут, чтобы полежать на солнце. Может быть, я напитаюсь энергией, как пойду делать английский, так вообще. Охренеть! Вот это чучело мяучило. И что мне с тобой делать? Я ненавижу пауков. Итак, водичка, компьютер. Я чуть поподробнее расскажу. У меня сегодня вообще ещё два репетитора. После того, которое у меня будет 2 часа, у меня ещё будет 2.30. Вот, но самое, что я сейчас не хочу делать, это делать домашку. Потому что мне там надо писать. Короче, сложно себя заставить. Я ещё сегодня пораньше не встала. И поэтому я сейчас буду такая, конечно. Ну, короче, тяжело будет делать. Но что делать? Надо, надо. Пью кофеёк. Делаю English. Я, наверное, не всё успею. Ну, не знаю. Сейчас, короче, посмотрим. Что-то... А, я переместилась вниз, потому что у нас супер жарко. У моей комнаты такая духота, что у меня заболела голова. Я думала, что я сейчас вообще отключусь. Я уже очень хочу отзаниматься и пойти на улицу, лежать на газоне под вот этой поливалкой, которая будет брызгать на меня. Я буду загорать. У меня завтра мама возвращается из Англии просто. Мамуль, привет. Ты когда прилетаешь? Завтра. Катюша, ты здесь в английском. Когда завтра? Я прилетаю завтра. Просто мама умничка. Я не успеваю сделать ридинг, потому что на это нужно отводить час. Но самое главное, мне надо было сделать райтинг. Я его сделала. Так, 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 так. Ну, всё, я уже посмотрела эти вопросы быстрее. Так, я всё ещё на этом месте. У меня сейчас был минут 20 перерыв, и сейчас я ухожу на английский. Я начала смотреть шоу Настя Флеевой, блогера и дороги. Я, на самом деле, очень его ждала, потому что я за всеми за ними очень следила, пока они снимали это всё. Я в тиктоке всё смотрела. Короче, мне было суперинтересно, потому что тут очень много людей, в которых я заинтересована. Поэтому я сейчас посмотрела половину первого дня. Я очень рада, что он, наконец, вышел. В кино я его не успела посмотреть. Так, что так, и сейчас я жду своего учителя. Она такая забавная. Мне нравится она. Она такая, что ты можешь орешки какие-то есть на уроке, объяснять мне что-то. Не знаю, мне прям нравится такой подход. У меня раньше был учитель по-английскому. Меня все учителя и репетиторы всегда кормили, короче. Либо они были какие-то забавные, либо они меня просто кормили. Мой репетитор по-английскому в классе, наверное, в восьмом, в девятом, на половине урока приносил мне какой-нибудь кексик, либо что-то съесть и запить. Это пока я сахар ещё ела, а потом я такая, нет, спасибо. Моя учительница по рисованию, ещё когда я к ней ходила лет шесть назад, она меня кормила тостами с маслом в конце каждого урока. Там приходит следующий ученик. Я сижу, ем тосты с маслом, потому что у нас не было тостра, а я обожала хлеб с маслом поджаренный. Просто я говорю, я хочу от тебя чуть-чуть больше рвения. Да я всё, я уже врываюсь. Я вчера с утра спасала долбанную птицу. А тут они просто орали под моим окном в пять утрам. Мне надо было вставать где-то в семь. Вот я её час спасала этого птенчика маленького головой. Два. А что, я неправильно написала, да? А их не очень много-то у тебя, коммадейшенов-то. В двух предложениях три штуки. Опять the amount was the same. Он просто остановился. Between the days. Ты хочешь какую-то другую? Запиши ещё один мне параграф. Я свободна на два часа, потому что через два часа у меня следующий репетитор. Я даже немножко подрастроилась, потому что тяжело у меня идёт ридинг. Когда я его делала дома, я делала на таком сайте. Сайт был удобный и классный, но, как оказалось, там были не очень сложные тексты. Но я же об этом не знала. И у меня поэтому очень мало наработан навык вот этого ридинга, из-за которого я завалила IELTS. Но я об этом ещё попозже расскажу, потому что сейчас я хочу поехать с папой за орешками. Я не понимаю, почему, но на этой камере всё жёлтое. Мне приходится это на камере забелять. Пью водичку. Я сейчас последний, наверное, месяц точно пью не меньше. Сначала я пила полтора литра воды. Иногда я пью два, когда нахожу бутылки большие. Ещё я пью боржоми. Короче, очень много жидкости выпиваю. От полтора до где-то 2,8 литра, наверное. Сейчас я буду делать себе кофе. Айфлаты, у меня как раз лёд заморозился. Смотрите, Леон, потому что кухню я уже пересмотрела 30-й раз. Сейчас я 40-й раз буду пересматривать Леон. И я всё ещё в шоке от того, что время летит просто невозможно. Леон, когда вышел? Давайте просто посмотрим, когда закончилась кухня. Кухня закончилась 5 лет назад. 5 лет назад этот сериал закончился. Боже мои, небеса. Я в шоке, реально. Для меня это всё ещё сериал, который вышел, я не знаю, 2 месяца назад. Итак, папа мне там ставит поливалку, чтобы я загорала, и мне не было жарко. Такая вот у нас тут красотища. Так, пришла вам в веседку рассказывать, чё как, почему вообще типа сейчас лето, а я так много готовлю. Сегодня у нас 9 июля, и вы все знаете, что я сдавала IELTS. Это экзамен для поступления в британский университет, куда я собираюсь. Соответственно, им нужен аттестат и результаты IELTS. И, соответственно, я сдавала его 12 июня. Я писала письменную версию, и она проверялась, по-моему, две с чем-то недели. 25 июня в 0.001, мы на моем день рождения, и мне пришли результаты. У разных университетов разные условия, но мне нужно было 5,5 по каждому компоненту из четырех частей этого экзамена, и суммарные, соответственно, не меньше 5,5. Получилось так, что суммарные у меня 6,0, но в одной из секций у меня 5,0. Меня там буквально отделило 1-2 ответа, и поэтому мне нужно пересдавать, но для пересдачи я еще готовлюсь. Я хочу уже со второго раза усердно, усиленно подготовиться и сдать. Почему? Потому что экзамен стоит денег и немалых. Ну, в общем, конечно, мне хочется уже отстреляться, потому что и так июнь уже был весь в экзаменах, ну, как, 3-е, 12-е была подготовка и так далее. Ну, у моих ребят-одноклассников, кто сдавал ЕГЭ, полностью у них, соответственно, весь июнь был, и мне тоже как-то хочется уже расслабиться. Но, как видите, до 20 июля, вот мне сейчас нужно прям поднажать, чтобы уж точно написать. Я буду писать компьютерную версию. В чем ее преимущество? Почему я не знаю, я сразу ее не писала, я не знаю. Она проверяется всего 3, от 3 до 5 дней. Соответственно, ну, в отличие от 2 недель, эта разница большая, потому что времени у меня не так много. Вот так, пойдемте покормим кошку. Попробосил он передать, что эта кошка моя ровесница. Это, кстати, правда. Если мне 18, то ей где-то чуть больше, чем 17,5. Она уже ничего не слышит, почти ничего не видит. Вот, смотри, еда. Я тебе еду принесу. Ты мой мурлит, Калька. Ты моя мурлит, Калька. Держи. Держи. Она у нас похудела, она была прям толстенький бочоночек. Сейчас худенькая, и только вот такие пакетики кушает. И фарш. Кстати, да, это наш пруд, его чистят, каждый год его чистят. Вот, в этом году чуть позже чистим. Я в нем, кстати, уже не купалась лет сто, но вот, как видите, мы с папой обсуждали, я хочу поплавать в нем, потому что на море еще, когда я поеду, непонятно. Так, все, я сейчас пойду переодеваться в купальник и буду загорать. Оп, смотрите, какое у меня гнездо, компьютер, я под зонтиком всегда ставлю. Там же телефон, сейчас буду смотреть курс. У меня немного времени осталось на позагорать. Короче, оделась и не стала переодеваться, просто сверху майку надела. Второй репетитор за сегодня. Мне останется вот сейчас заниматься, потом еще делать одно задание, ридинг на час. И все, и на сегодня я свободна. Завтра у меня в 7.30 урок. Если вы не кладете телефон в холодильник для охлаждения, то мне не о чем с вами разговаривать. Святые угодники, я закончила. Где мой фокус? Я закончила с английским за сегодня. Боже, господи, я не верю. У меня даже как-то энергия появилась сегодня. Я думала, я вообще буду какого-то щадить на обоих уроках. Так, сейчас меня позвали в кино, но я не знаю, пойдем куда-то или нет, потому что я вообще хотела съедить в торговый центр. Интересный факт. Я уже купила летние вещи, да, в июле. Я купила их. Но я еще не сняла об этом видео, поэтому я ни в коем случае ничего не распаковываю. Хожу в каких-то старых грязных шортах. Боже, как я обожаю это ведерко KFC. Это реально ведерко KFC, кстати. Кто думал, что это не ведерко KFC, это ведерко. Мы идем гулять с Анастасией. Чтобы нашагать шаги, нам нужно гулять. Короче, мы погуляли с Настей. Я за сегодня прошла 6 тысяч шагов. Нормально. И сейчас мне надо час отвезти на то, чтобы доделать ридинг. На сегодня уже забыть про английский на вечер. В 10 мне надо быть на созвоне. И потом я, может, пойду в кино. Я не понимаю, почему у меня камера так желтит. Короче, я отправляюсь в кино. Я с вами увижусь скоро. Короче... Вы знали, как сейчас классно пахнет летом какой-то Турцией. Это так прикольно. Сегодня у нас четверг. Мне сейчас срочно надо садиться за английский, чтобы успеть сделать. И мы сегодня должны были ехать на водохранилище. Изначально нас было четверо. Это и так немного. Одну не отпустили, другая просто не поехала. Одна слилась еще вчера. Вторая слилась еще сегодня. Сейчас я жду только ответа от Сони. И узнаю, поедем мы куда-то или нет. Потому что я очень хочу поплавать сегодня. Знаете, сколько градусов? Ой, сегодня гроза. Реально гроза, что ли? В 2 часа будет 24 градуса, а в 4 уже 31. Что за бред? Ладно, сейчас выпью я слад и пойду делать английский. Ну что, я уже провела время за английским. Написала 2 эссе. Одну первую часть текстового экзамена IELTS. Потому что я сейчас готовлюсь, как я и говорила вам. Сейчас я переключаюсь на гоупрошку. Потому что нет смысла ехать на речку, на водоем с этой камерой, так как она не окунается в воду. Так что сейчас мы с вами переключимся на гоупро. Так, короче, надо что-то взять из вот этого оборудования. Потому что плавать в воду с этими штуками, я думаю, вот такую взять, селфи-палку. На руку, может быть. И на бошку. Сейчас будем быстро с вами собирать сумку. Воду надо взять, полотенце. И будем выезжать. Потому что времени осталось не так много. Оп, оп. Это для телефона, это для гоупрошки, это лежать. Как вы думаете, что могло произойти? Ну, конечно же, мы приехали в какую-то жопу. Вернее, нет, мы приехали не в жопу. Там купаются люди, вон там вот погода, температура упала с 30 до 21. Там гроза, все-все утаскивают и вообще уходят. А мы только приехали. Еще какое-то место горняное. Ну, пахнет по-морскому. Видимо, этому влогу было просто необходимо завершиться так. Это видео, это как отражение всего лета, которое у меня было, и как оно прошло. Чтобы вы понимали, это была учеба, это и сейчас учеба пока что. Надеюсь, недолго. И то, что мы почти не собираемся компаниями, потому что все время кто-то не может. Кто-то там, ой, а мне сюда, ой, а мне туда. И того лета, короче, которое было в 10 классе, его нет. Я не знаю, я надеюсь, что я сниму еще вторую часть этого влога, когда у нас начнутся тусовки активные, мы все будем собираться. Так что так, а пока вот у меня был английский, мне сегодня еще доделывать английский, у меня завтра будет английский, послезавтра, послепослезавтра и послепослепослезавтра. Но сейчас я буду готовиться к тому, чтобы снимать холл. Я не знаю, когда вы посмотрите это видео, что выйдет раньше, потому что тут как бы вот такая вот ситуация, кепка New Era, New Era, не знаю, как правильно называется. Буду снимать видосик, все вам покажу. Так, спасибо большое за просмотр влога. Если у вас для вас это видео жизненно, то, как проходит это лето, если вы тоже никого не можете собрать, ни с кем не собираетесь, то ставьте лайк. Вот так. Всем пока. Мик.